Всем привет, друзья! С вами Константин Кириленко, вы на канале Твой Бас, и сегодня мы разберем два фанковых грува. Для начала я проиграю первый грув, и вы послушайте, как он звучит. Ну а теперь разберем его. Для начала хотелось бы сказать, что в этих грувах очень важен ритм, поэтому на него следует обратить особое внимание. Ну а теперь приступим. Разберем первый такт. Начинается все с ноты до. Третий лад, третья струна. Вот, и эта нота до у нас звучит практически две четверти. Вот, только в последней, то есть в последней шестнадцатую, второй четверти, мы опять играем эту ноту до. Да, вот смотрите. Раз, два, три, четыре. Раз, два. То есть перед третьей долей я играю шестнадцатую. Она будет последняя во второй четверти. Если вы не знаете, как считать шестнадцатый, посмотрите предыдущее видео. В третью долю у нас идет шестнадцатая пауза. И далее во вторую шестнадцатую у нас играется мертвая нота. Вот, и после этой мертвой ноты сразу же играется еще одна шестнадцатая, то есть в третью шестнадцатую третьей доли. И эта нота у нас, да, которая сыграна как бы на третью шестнадцатую в третьей доле, у нас тянется практически до конца. Да, давайте сыграем вот этот рисунок медленно. Раз, два, три, четыре. Да, и после этого у нас играется в четвертой четверти последняя шестнадцатая. Да, и играется эта нота соль. Вот. И дальше второй такт. Во втором такте у нас играется практически все то же самое, за исключением последней четверти. В последней четверти у нас играются четыре шестнадцатые доли. Да, давайте сыграем до этого места. Два такта. И вот эти четыре доли, да, четыре шестнадцатые. Они играются по нотам ре, ми, соль, ля. Я советую играть их вторым и четвертым пальцами. Потом я скажу почему. Начинаем с ноты ре, второй палец, и делаем хаммер-он на ноту ми, мизинцем. И далее переходим на следующую струну, и играем ноту соль, да, пятый лад, вторая струна. И делаем хаммер-он на седьмой лад второй струны. Да, получаем такой ход. Давайте сыграем эти два такта. И далее третий такт. У нас приходит в ноту соль, пятая. Пятый лад, вторая струна. Вот. Приходим мы вторым пальцем. Потому что потом мы будем играть соль на октаву ниже. И удобнее это будет сделать первым пальцем. Потому что если бы мы сделали вот так, например, да, и пришли бы в ноту соль первым пальцем, то играть первым же пальцем ноту на октаву ниже было бы неудобно. И была бы пауза между нотами, что нежелательно. Вот. Далее у нас третий такт. Ритмический рисунок остается такой же самый. То есть как и в первых двух тактах. Вот эта основная канва, она остается одной и той же. Только меняются чуть-чуть ноты. Начинаем мы с ноты соль на октаву выше. Да. И далее в четвертую шестнадцатую второй доли будет соль на октаву ниже. Да. Давайте сыграем третий такт. Да. И такой же ход. Да. Абсолютно. Такой же. Ну, как бы. Такая же ритмическая. Такая же ритмическая фигура. Вот. И далее в четвертую шестнадцатую четвертую доли играется нота ре. И опять приходим на ноту соль октавы выше. И в четвертом такте тот же самый рисунок, за исключением последней четверти. Здесь у нас играется восьмая и две шестнадцатые. То есть восьмая играется на ноте соль, и две шестнадцатые играются ре соль. Вот. Теперь давайте сыграем медленно этот рисунок целиком. Раз. Два. Три. Три. Вот такой вот ритмический рисунок и такой вот грув. Обязательно не забывайте заниматься с метрономом и начиная с медленного темпа. Постарайтесь просчитать каждую шестнадцатую про себя или вслух. Теперь разберем второй грув. Для начала я его сыграю, вы послушайте, как он звучит. Этот грув двухтактовый, он немного попроще. Также здесь присутствует шестнадцатая пульсация. Все начинается с ноты ля. Четвертая струна, пятый лад. Вот. Зажимаем ее первым пальцем. Нота ля здесь звучит три шестнадцатые. И в последнюю шестнадцатую первой четверти играется нота ми. Да. И далее в первую четверть, в первую шестнадцатую второй четверти опять играем ля, но уже на октаву выше. Да. Вот такой ход. И далее, после вот этой вот ноты ля, у нас играется мертвая нота опять по второй струне. И опять играется нота ля. Да. Звучит это вот так. Да. Еще раз медленно. То есть у нас во второй четверти получается шестнадцатая нота ля, затем шестнадцатая мертвая нота и опять нота ля. Как бы на третью шестнадцатую она будет звучать. Вот. И она у нас звучит до четвертой четверти. А в четвертой четверти у нас происходит такой ход. Начинается он со второй шестнадцатой четвертой четверти. Такой вот хроматический ход к ноте ми. Да. До диез. Ре. Ре диез. И приходим в ноту ми. Еще раз сыграем первый такт. И вот во втором такте у нас звучит нота ми. Далее. То есть ритмический рисунок фактически такой же, как и в первом такте. Только без последней как бы вот этой вот доигровки. Да. Здесь у нас звучит нота ми. Потом нота си. И опять мертвая нота. И нота ля. Да. Еще раз медленно второй такт. Теперь сыграем медленно весь этот грув целиком. Раз. Два. Три. Четыре. Вот. Не забывайте просчитывать каждую шестнадцатую про себя и заниматься обязательно с метрономом с медленного темпа. Вот такие грувы на сегодня. Друзья, хотелось бы напомнить, что не нужно забывать ставить лайки и подписываться на канал, а также оставлять комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok